Девиз нового шоу «Сплетни Шейкер» на Муз-ТВ Девиз нового шоу «Сплетни Шейкер» на Муз-ТВ Для него нет запретных тем Тут как раз у тебя плохо сидит платье, а тебя надо задом снимать, да? Торпик кончик Острый, тонкий и, главное, неприятный пилягин Всем неприятного вечера! Сегодня мой вызов принял настоящий кавказский мужчина! Он поет о любви, будто его сердце горит огнем При этом нежно согревая, как первый поцелуй любимой девушки И это Султан Лагучев Ну, если драка неизбежна, надо бить первым Я олдскульный кавказец Золотая цепь надубитом Твой директор уже нервничает Я вцепился в лицо Киркорову Подрались, подрались, по-мужски, все Я не перехожу сейчас границу? Мне, хватит, хватит А, хватит? Ну, ладно Если вот это выпить, умрешь? Вот она вот чуть-чуть вот так прикрывает, вот это, вот это Сейчас все вот это выпадет Мне просто не надо туда смотреть и все Приходится рассказывать, чтобы это все не выпить Просто хотелось на рахате побыть Но с ним я пообщаюсь чуть позже Ведь перед нашей встречей я специально поехал На горячее, гремучее мероприятие Чтобы узнать, чем живет светская тусовка Что они обсуждают, а главное, кого Кого укачало в машине по пути на вечеринку? У кого порвались трусики? А кто открывал зеленку зубами? Узнаем всю подноготную гламурного шоу-бизнеса И обязательно выясним, почему Султан Лагучев Хочет взяться за перевоспитание российских артистов Заинтригованы? А это только начало Погнали! Неприятный Пилягин нарисовался И знаете, где он сейчас? На Биг Лав Шоу Давайте просто посмотрим, что сегодня звезды надели А может быть, они что-то и не надели Вот пойдем сюда Вот смотри, сейчас вот здесь толпа Вот они все Пойдем сюда за мной За мной скорее Кто там? Кто там у нас? Да ну что, ты сегодня в Исподнем или нет? Конечно Ну я не буду тебе давать проверять Просто поверь мне на слово Что-то не очень мне не нравится Что-то халтурят ребята по полной, а? Вот ведущего нормального возьмите, а не этого Ой, все Вы выступили уже? Да? Да, и слава богу Как хорошо, что мы пропустили А, то есть у тебя рабочая эта сторона, да? Нет, просто у тебя это красивее Шляпа дедовская, признайся Я тоже тебе такую Шерифская Мой дед шериф, ты знал? А, да? Нет, подожди Тебя точно избили или это грим такой? На съемках у нас была ситуация одна Ну в общем, там товарищ один был неправ Это был неприятный Пилягин, что ли? А, вот если бы это был ты Я бы, наверное, вообще не встал бы Покажи свой кулак, сильный он? Обычный кулачок Подожди, мы Караулову пропустим, прям она в кадр влезает Ты понимаешь, эх, моя женщина, роскошная Враслух, иди ко мне Я опаздываю Куда? На корпоративку Серьезно? Тебе заплатили за него? Да Много? Много, сразу видно, миллионы Алсу, а твоя любимая певица, это кто? Алсу В первую очередь надо любить кого? Себя Согласился, на втором месте кто? Потом 50 пропущенных мест Подожди, стариков надо вперед Ради бога, мне просто сказали Представляете, Алсу говорит, стариков надо вперед, а Ваня Дмитриенко прорывается Как ты выступила? Переживала? Целых полторы минуты у меня было А, да? Я думал, тебе 20 песен дали выступить А, конечно, дадут тут 20 А у тебя вообще есть хиты, да? Я видел, что ты порадовала себя покупкой нового автомобиля Я тоже, но я пока еще никому не рассказывал А, да? Да Ну, зато все, может, ты бы узнали? Ну, да Я тебя умоляю, смонтируй нормально Это не ко мне Смонтируйте нормально И не с большим носом меня Ну, усы мы заклеим Усы заклейте Надежда, мой лечащий врач А также хороший психолог Султан, привет! Я искренне рад, что ты ко мне пришел Я переживал в первую очередь за то, что ты вне шоу-бизнеса И это меня настораживало, потому что я не знаю к тебе подход Вот скажи, какой к тебе есть подход? Обычный подход Салам алейкум И все, я в команде Все, можно пообщаться о чем угодно Султан Лагучев Султан Лагучев Заслуженный артист Карачаева Черкесской республики Начинал музыкальную карьеру как баянист и певец на свадьбах Первые хиты записывал на родном абазинском языке А широкую популярность получил в 2021 году после выхода песни «Горький вкус» Клип на которую набрал уже больше 250 миллионов просмотров Затем последовали хиты «Хулиган», «Горячая и гремучая» и «Между нами война» Лирика в которых отражает запутанные любовные отношения Итак, тебя сегодня ждет настоящее посвящение в шоу-бизнес Это интриги, сплетни, слухи, скандалы А ты сам как считаешь, какие слухи о тебе могут ходить в шоу-бизнесе российском? Чего он свою кепку там не снимает и тому подобное? Так Хотя на сегодняшний день я уже снял ее Вот, кстати, да А почему ты ее раньше не снимал? Не знаю, по кайфу была А я заметил, потом волосы начали выпадать И думаю, это все из-за кепки И снял ее Смотри, у нас есть 4 про тебя сплетни, которые ходят в шоу-бизнесе Чтобы мы это все обсуждали, мы будем делать коктейль Все это мешать в шейкере Каждая сплетня – это один неприятный ингредиент Здесь есть такой неприятный Я вот точно такой, знаешь, пить не буду Если ты не отвечаешь на какую-то сплетню Тебе придется выпить шот из вот этого микса всего Ты готов к этому? Я готов ко всему Поехали Ну что, я тогда тебя заставлю сейчас нервничать У нас есть первая сплетня про тебя И первый ингредиент Это чайный гриб Ты пробовал его когда-нибудь? Нет Нет? Ты сильный, открой, пожалуйста, для меня Я пока здесь протру все вот это Понюхай Чем пахнет? А нормально пахнет Мы берем раз, вилку Я могу смеседать сейчас залпом это все Серьезно? Подожди, смотри То есть серьезно ты готов это? О! О! А вот это тоже давай сюда Итак, первая сплетня Поверь, мне самому это важно понимать Оказывается, что султан Лагучев решает все кулаками Это правда? Смотрим Парень крепкий, рука, наверное, сильная Поэтому не удивлюсь, если что-то решается кулаком по столу Я не думаю Не думаю Почему? Ну, во-первых, это решает охрана Если будешь драться, малыш, тебя закроют Будешь сидеть в тюрьме А твои песни будут слушать и потихоньку забывать Мне кажется, что он очень интеллигентный Думаю, что кулак применяется только в экстренных ситуациях Однозначно у нее чуйка хорошая У нас следующий ингредиент Это рыбий глаз Посмотри, понюхай Уф! Чем пахнет? Что, все добавляем? Все шесть? Давай, давай, ну конечно Ты смотри, мы потом все это смешаем Да У меня есть еще Еще добавим? У меня есть еще Ты что, я наковырял, не переживай Мне хватит, хватит А, хватит? Ну ладно Для вкуса Не, нормально тебе еще будет Ничего страшного Итак, вторая сплетня Ты очень скрываешь свою личную жизнь На самом деле говорят, что тебя познакомили с твоей женой Твои же друзья Это правда или нет? Смотрим Правда ли, что Султана Лагучева с женой познакомили его друзья? Абсолютная правда Откуда ты знаешь? Я по твоим глазам это прочитала Поскольку это все-таки, ну, восточная культура Как-то там все должно быть достаточно скромно Ну, либо сразу в багажник и поехали Если он все-таки восточный парень То у них это вообще же часто происходит Когда рассказывают, где какие красивые там в семье Там сестры еще там что-то Как-то передают там друзьям Насколько я знаю Вот, поэтому вполне возможно, что его жену Какой-нибудь там друг Это его сестра, знаешь Вот это все так красиво по-восточному Прям как в сериале Так, ну она почти угадала, я так понял, да? Ну да А вообще, друзья, какое место имеет в твоей жизни? Одно из ключевых Так, хорошо А у тебя их много? Ну, хороших друзей много не бывает Ну, уверенно могу сказать четыре человека Четыре? Да Это прилично, кстати, четыре Я могу назвать только полтора Ну что, тогда переходим к следующему ингредиенту Это мой любимый Сыр тофу Сейчас я сам Опа Фу, блин Сразу что-нибудь поставьте сюда Не переживай, у меня все есть Как она пахнет Да возьми банку трехлитровую, господи, прости Будешь отвечать на все вопросы Тогда не будешь это пить А если не ответишь, придется вот это все выпить Пока ты отходишь от аромата свежевыловленного из банки тухлого тофу Предлагаю обсудить сплетню номер три Весь шоу-бизнес негодует и переживает Что ты хочешь перевоспитать весь шоу-бизнес в горах Кавказа Это правда или нет, мы смотрим Поехали, султан, поехали Над некоторыми артистами шоу-бизнеса можно провернуть такой эксперимент Ну я думаю, как минимум нужно свозить в горы Если ты будешь делать экскурсию, я поеду А горький вкус твоей любви Меня накрыл Тебя накрыл Уж лучше бы не пела, да? Ее точно нужно в горы отправить, чтобы перевоспитать Ее надо на пару дней хотя бы в Махачкалу, в Сочи Чтобы она послушала И она сразу запомнит текст По-любому Твой директор уже нервничает и думает, куда она засунула своего артиста Уже симпатично пахнет, привычно У нас есть финальный ингредиент И это, тебе повезло просто Это маринованный виноград Так, сейчас мы чуть-чуть Мне кажется, через экран даже этот запах можно почистить Чувствуется, да? Да Ты знаешь, я, наверное, еще немножко добавлю вот этого Да хватит Ну чуть-чуть, пожалуйста, султан, не уходи, не отпущу тебя Деликат... Это китайский, японский, ты что? Если вот это выпить, умрешь? Ну сейчас попробуешь, узнаем Да, может быть, даже выздоровеешь Итак, маринованный виноград, это был четвертый ингредиент для нашей четвертой сплетни Правда ли, что султан Лагучев готовит фит с Миобойко? Давай посмотрим Говорят о том, что с Миобойко у них там что-то начинается Роман? Роман? А я, кстати, не знаю А что, Роман? Да я не знаю, ты сказал, что что-то начинается Нет, я не договорил просто, камон О боже, я не вижу этого фита Вот, давай подумаем, как бы он там выглядел Я его не чувствую А знаешь, почему? Потому что Миа сейчас начала опять какие-то русские мотивы Да А он как будто бы совсем не по-русски поет Султан, мне кажется, что-то она не то несет, а? Имею в виду, что не с русским Ми как бы окрасом, а все-таки с более восточным подходом Ну что там, одна красные волосы переобулась, быстренько, смотри-ка, исправилась Она просто вначале не так выразилась Но потом она правильно, грамотно подвела вопрос и подытожила правильно Как мы уже успели выяснить, в тихом омуте действительно водятся черти И сейчас каждому из них мы посмотрим прямо в глаза Ну что, переходим Правда ли, что ты решаешь все вопросы кулаками? Отвечай быстро, не думая, не томи Это абсолютно абсурд Как образованный человек, решаю все дипломатическим путем, в первую очередь Но если драка неизбежна, надо бить первым А были, да, такие ситуации, когда ты первый налетал? Конечно, это в жизни каждого кавказского мужчины, даже любого мужчины бывало по-любому Терпение не всегда срабатывает, бывает, на эмоции уходишь Когда ты последний раз дрался? Вет пять назад, наверное О, да? Подрались, подрались, по-мужски все Старшие всегда нас воспитывали так, что мы должны были за себя так постоять в бою В любой момент Не лезть, не переходить границы в общении и тому подобное И тогда все будет хорошо Знать себе свое место Я не перехожу сейчас границу? Все нормально Все хорошо Выдыхаем Так, ага А в каких ситуациях ты сейчас можешь применить силу? Ну, если я, например, сейчас тебя начнут заставлять пить это? В первую очередь скажу, братуха, давай оставь, я же отвечаю на твои вопросы, все грамотно, идем Ты молодец, хорошо Дай мне вот лайфхак, есть такие люди, вот, допустим, у тебя в окружении по-любому такие есть и у меня А в шоу-бизнесе так каждый второй, ты понимаешь? К которому смотришь и думаешь, как леща Вот как себя остановить? Вот такой момент, чтобы вот не сорваться Когда такие мысли приходят, в первую очередь надо подумать о последствиях Так Какие последствия могут быть после этого? Ну, если я вцепился в лицо Киркорову, вот какие последствия могут быть, да, он подумает? Во-первых, он старше тебя Так Об этом надо подумать Аргумент Да Самое главное, чтобы он твою честь и достоинство не зацепил Если он это не сделал, то я думаю, что надо человека оставить в покое Ну все, я теперь спокойно, Султан, этот шот я убираю Я очень надеюсь, на самом деле, что я смогу тебя сейчас на чем-то подловить, чтобы ты все-таки выпил хотя бы один Итак, мы переходим ко второй сплетне Фанаты требуют, чтобы ты рассказал, как ты познакомился со своей женой Альбиной и какую роль в этом во всем сыграли твои друзья Давай, как я духу? С детства я ее знаю Так Она двоюродная сестра моих троюродных братьев А почему? Вот ты ее знаешь, прям правда, с детства, а женился ты, по-моему, не так давно, если я не ошибаюсь Ну да, полгода где-то А, вот, полгода Хорошо, а почему вот такой промежуток времени? Потому что я карьерой занимался, не было времени заводить там отношения серьезные, чтобы я женился Я об этом не задумывался, да вот, ну, был один раз, конечно, в 22 года хотел жениться А, да? Да, да, но потом... А на ком в итоге? Не Альбина это была, да? Ага, не Альбина была, да А ты сможешь вспомнить сейчас имя, да, вот в 22 года с кем-то, на ком ты хотел жениться? Вот Дженета звали ее, да Как? Дженета Дженета, да, да А где она сейчас? А не знаю Не общаетесь вообще? Нет, вообще На самом деле тоже хорошая девчонка была А ты вспоминаешь, так улыбаешься, как было, да? Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй, я это с тебя в шоке, ты хочешь, чтобы я это бахнул, да? Конечно, ну немножечко, по-братски, а, ну давай Ну, нормально, я отвечу на любой вопрос, брат Как ты сделал предложение своей жене Альбине? Ну, мы начали... Сперва я написал ей там, как дела, все хорошо, а потом пригласили на свидание Так, а куда пошли, кстати? В парк О-о-о Я в парке прогульнулись немного Ага, это была зима, весна, лето, осень? Весна Весна, как это было? Ну, мы разговаривали, у нас оказывается, что очень много общих интересов Так И мы нашли друг другу точку соприкосновения, то есть наши взгляды на жизнь оказались похожими Так, ценностей Это важно, согласен И вот спустя время, месяца два-три, я сделал предложение Подожди, как ты сделал предложение? Ну, романтики так особо не было, я просто сказал, давай, что, полный газ Ты же все-таки понимал, что я сейчас там хочу сделать предложение Альбине, да? Друзья как-то приняли в этом участие? Они сказали, типа, султан, да, давай, сделай Или, может быть, они тебе посоветовались? Нет, это все ключевые моменты моей жизни Я решаю, что мне делать, а что нет, ну, здесь никто не имеет права А как прошла у тебя свадьба? Сколько было человек? Где вы отмечали? Что подарили? Просто у вас это все обычно масштабно проводится Прям, знаешь, гуляет Ну, знаешь, неожиданно было, ну, было где-то 1200 человек Да, да В смысле 1200? Ты как их накормил? Нормально все Сколько баранов вы зарезали на 1200 человек? А, штук семь, наверное Штук семь? Да Ой, ну это что, были огромные? Не только бараны же Ну да Что еще было из деликатесов и вкусностей? Какие были? По стандарту Гуляк, кебаб, там, шашлык Надо краснересту? Нет Нет? На сегодняшний день это уже не актуально А, уже вообще не для кого ты думаешь? Не для каких народов, да? Молодежь, да, иногда там кто-то что-то, когда бывает неразделенной Любовь, ну, это пацаны там 19, 20, 29 Вот у них кровь играет, бывают они на эмоциях А ты сам поддерживаешь эту историю? Или уже типа пережиток? Я поддерживаю эту историю совсем То есть вот эти сплетни в интернете и слухи, что я читал о том, что ты украл Альбину, это все неправда? Нет, официально, все официально, с разрешения ее братьев посадили в машину и привезли ко мне в углу Я олдскульный кавказец И ты на самом деле, правда, очень медийный, ты популярный не только на Кавказе, да? Тебя приглашают здесь на всякие концерты, но о своей личной жизни ты, правда, очень мало говоришь И вот сейчас мы с тобой обсудили чуть ли не первый раз Приходится рассказывать, чтобы это все не выпить, понимаешь? А так я, может быть, и не распился Я приглашаю тебя лично прямо сейчас на премию Муз-ТВ, которая будет в июне Со своей супругой на красную дорожку Может, я там буду стоять на этой дорожке, правда, редакторы? Может быть, и я буду вести эту премию А, знаешь, что мне сейчас редакторы подсказывают? Чтобы меня точно поставили на дорожку, я должен это выпить Представляешь, какие падлы, а? Нет, я пить не буду Просто немножко на язык попробую И вот так Смотри на меня, смотри Кстати, очень даже И я убираю этот облизанный шот И третья сплетня о том, что ты хочешь весь российский шоу-бизнес перевоспитать в горах Кавказа Я, кстати, с тобой полностью согласен Ну, не весь Не весь Хорошо, давай начинать по порядку Инстасамка нравится? Нравится Ну, как бы Оставил бы ее в Москве, а я бы ее, знаешь, отправил бы в город И ей полезно Давай твоего любимчика шуру Твори добро на всей земли Твори добро другим во благо Надо перевоспитывать или нет? Напоминаю Ну да Чуть-чуть Чуть-чуть надо, да Каким образом? Чисто по-братски на уши присесть и сказать Брат, вот это я так нельзя делать Например, что? Вот что вот он такого делает? Ну, нельзя на полу валяться взрослому чуваку На полу? Ну, когда концерт валяется, там что-то А, да, вот так? Я что-то не видел Я видел там пару раз А из девчонок, которые вот выходят в очень открытых нарядах, скажем так, Аня Седокова Она же все время подчеркивает свои формы Там вот давай, вот прости, пожалуйста, но там вот она вот чуть-чуть вот так прикрывает Вот это, вот это Сейчас все вот это выпадет И она это прям вот достойно несет Вот такую надо перевоспитывать в Кавказе? Не надо ее перевоспитывать Так, подожди-ка Потому что у нее свое мнение, да, на этот счет Мне, мне просто не надо туда смотреть и все Все будет четко А, вот так Перевоспитывать я не имею права Я вот к такому мнению пришел То, что я про Шуру тогда сказал, что я его перевоспитаю, это было неправильно Вот сегодняшними мозгами я это обдумываю, ну Саша, выдыхай Ну, я в интервью ляпнул тогда, блин И приходится сейчас разговаривать Чтобы это не будет Да-да-да-да-да Смотри, я про на себе земли Ну, самое главное, вот я просьба была бы, чтобы меньше матерились блогеры А ты сам не материшься, да, я так понимаю? Не матерюсь вообще Вообще? Вообще У меня настолько богатая, грамотная речь, что мне не приходится матеряться Я могу излагать свои мысли очень красиво, литературно даже А то есть, если ты вот так идешь, знаешь, споткнулся и пальцем-мизинцем сильно ударился А то есть, ты скажешь, ой, ну и ладно, и пошел такой веселый альбин, ну смотри, как классно я ударился Так бывает? Я скажу, у лакоморья дуб зеленый Золотая цепь на дубе том Да, да Там ходит кот ученый И дом, и ночью Ночью Кот ученый Все ходит по дубу Это просто огонь Понимаешь? Во-первых, я вспомнил Во-вторых, ты это знаешь Мне нравится Я думаю, что мы эту Тоже убираем Слушай, остался последний Ты молодец Ты прям держишься Итак, провокационная у нас сплетня о том, что ты готовишь совместный фит с Мией Бойко Это правда или нет? Ну, у нас были такие мысли, у нас даже и песня была готова, но на сегодняшний день уже все Это она накосячила? По-любому не захотела, да? Что-то там слилась? Нет, нет Нет? А ты? Я слился Ну, почему? Ну, султан Ну, времени не хватало Много ездил, концерты и без остановок Мне вообще в моменте хотелось все остановить и вообще не петь Что-то мне сам трек потом что-то не зашел А на закате мы катим Нам гады и нам все сигналят Ведь рядом такая роскошная дома Самая-самая Что такое было? А почему? Это же неплохая Что случилось? Ну, я же тебе сказал, у меня творческий кризис был Я не хотел вообще ни петь, ничего, блин Я концертами перегруженный был Просто хотелось на рахате побыть чуть-чуть А давно это, кстати, было? Какой-то полтора назад Ой, слушай, так давай сейчас позвоним, полтора года прошло Может, она сейчас... А я выезжаю Если не позвоним, выпьешь Да нет Нет, а почему? Давай позвоним Я сейчас наберу ей И давай мы договоримся Давай, звоните Да? Отлично И давай сначала подумаем, что сказать А, Мия, привет То-си-боси-лясим-трясим Тут сидит султан Рассказал историю Что он так некрасиво ушел от с тобой от фита Да, но сейчас он согласен Он хочет исправиться, хочешь сказать Да Вот так хочет Давай Продолжается попытка Дозвониться до абонента Который пока что не успел ответить на вашу... Мия, возьми трубку Это неприятный пилягин Мия, ты девочка Плохая 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 На Кавказ тебя нужно На Кавказ А тебе торчество Как Мия вообще? Слушаешь ее песню? Я вот не слушаю, Мия Да, 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 кстати Тут мы инопланетяне О-о-о О-о-о Они говорят, что мы не пара Но нас не должно все это парить Есть ли у тебя мечта все-таки спеть с кем-то песню? Вот с кем, без разницы Главное, чтобы материал был мощный С Мадонной? Да, можно и с Мадонной А чего? Хорошо Из русских С кем бы ты хотел? Киркоров? Можно было бы с Астей. С Астей? О, это классно. Очень интересно зафигачить. С Бастой хотел бы записать фит? Да, на припев там мощно залететь бы. То есть и рэпчика хорошего можно было бы. Прям высоко какую-нибудь песню дать бы с мелизмами. Ты должен хотя бы чуть-чуть попробовать для меня, чтобы мне не было обидно. Султан, ну пожалуйста, я же попробовал. Извини, брат, извини, я же на всё ответил. На всё ответил. Руку жали, жали, всё, молодец. Спасибо тебе большое. Я тебя благодарю за эту честность, за эту откровенность. И ты большой молодец. Сегодня я пообщался с Султаном Лагучевым, который наконец-то поделился подробностями своей тихой, размеренной семейной жизни. И всё ради того, чтобы не пить мой неприятный коктейль. Ха-ха-ха. Султан доказал, что настоящий кавказский мужчина ничего не боится. И даже фита с Мией Бойко. Кто окажется на стуле напротив в следующий раз? Кто осмелится на всю страну растолковать свои грешки и утереть нос сплетникам? Узнаем через неделю. А пока берегите себя и своих близких от неприятного Пелягина. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!